Добрый вечер, уважаемые телезрители! Крым и Дагестан испокон веков связывали крепкие политические, военные, экономические, культурные связи. Активная исламизация Кавказа началась еще при Хане Узбеке. И сегодня Дагестан возрождает свои древние исторические связи. Сегодня мы поговорим именно об этом на нашей программе. И представляем сейчас вам спикеров нашей программы. Римзик Курдеде, начальник отдела по хаджу и организационным вопросам Центрального религиозного управления, духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополь. Даниил Умаилов, председатель региональной общественной организации Дружбы народов Крыма. И Лейла Натали Бахадори, писатель, журналист. Также у нас в студии представители сидят Республики Дагестан. Наш заслуженный артист Крыма Рустем Меметов. Также представители Саксской городской администрации. Перу, и в начале нашей программы я предлагаю вашему вниманию сюжет, подготовленный нашим редактором. В минуты удачи, в часы торжества, о чем наши мысли и наши слова? О Родине, только о Родине. Кто связан и счастьем с тобой, и бедой, тому и во тьме ты сияешь звездой. О Родина! Республика Дагестан. Республика в составе Российской Федерации. Входит в состав Северокавказского федерального округа. Территория современного Дагестана и в большей степени горного Дагестана именуется в исторической литературе по-разному, что имело отношение к соседским народам или же к нашествиям завоевателей, которые именовали эту территорию на своем языке. Название Дагестан известно с 17 века и означает «горная страна». От тюркского Даг – гора, персидского Стан – страна – земля. Исторический Дагестан простирался до Абширонского полуострова, ныне территории Азербайджана. Дагестан – прекрасная горная страна, воспетая многими поэтами, писателями и художниками. Ее незабываемые пейзажи, своеобразный быт, замечательные ковры, ювелирные керамические и другие изделия мастеров, говорящих на десятках различных языков, всегда воспринимались с восхищением и удивлением всеми, кто хотя бы немного знакомился с этой страной. Дагестан – это красивейшая республика. Кто был во многих странах и городах, в том числе и в Дагестане, согласится, что Дагестан – это воистину красивейшее место. Горы и Каспийское озеро, которое маскируется под море, только этого сочетания достаточно, чтобы претендовать на место совершенной красоты. Дагестан богат памятниками истории и культуры. Под охраной находится более 8 тысяч памятников. Дагестан, как и в целом Кавказ, издавна привлекал внимание путешественников. Каждого, кто приезжает в Дагестан в самую южную республику Российской Федерации, ожидают незабываемые впечатления. По прибытии в Дагестан вас поразят необычные краски природы – чеканные силуэты аулов, извилистые горные дороги и многочисленные настенные орнаменты. В наш век цивилизации и модернизации возможно заглянуть вглубь веков, увидеть, чем жили народы Дагестана в прежние времена. Ведь, несмотря на достижения прогресса, горцы свято чтут свои обычаи – любовь к земле, уважение к старшим и своему прошлому, а также бережно хранят свое культурное наследие. Дагестан является самой многонациональной республикой России. Государственными языками республики Дагестан являются русский язык и языки народов Дагестана. Лишь 14 языков Дагестана имеют письменность, а остальные являются бесписьменными. Красоту природы и человека воспели крупнейшие поэты и писатели, вышедшие из народа. Продолжатель прекрасной аварской поэзии – Фасул Гамзатов. Его творчество колоритно украсило мужественный образ Дагестана орелом высокой духовности и культурной самобытности. Вершина далекая кажется близкою, С подножья посмотришь – рукою подать. Но снегом глубоким, тропой каменистую, Идешь и идешь, А конца не видать. Данил Бей, у нас так в Крыму обращаются к мужчинам. Первый вопрос будет к вам. В последнее время в Крыму мы часто встречаем наших братьев-дагестанцев. Последние события в Крыму показывают, что Дагестан активно участвует в крымской жизни. Что вас привело в Крым? Вообще, мы скажем, что начиная еще со школьного возраста, мы уже наслышаны и мы знаем, что такое Крым, кто такие крымчане. И наш известный поэт, писатель Расул Гамзатов, он написал стихотворение, которое мы все учили в школах и на своих родных языках, и на русском языке. Мне хотелось бы его озвучить тоже здесь. «Спят в Симферополе в могиле братской семь русских, и аварец мой земляк, над ними танк, их памятник солдатский, и шо хранит следы билых атак. И благодарна вывела страна на мраморной плите их имена». То есть, она как бы длинное стихотворение, но которое мы знаем и учили в свое время, и поэтому мы наслышаны и знаем это. И сегодня, находясь уже в одной стране, сегодня, зная, что в Крыму проживает тоже очень много народностей, очень много наций, очень много языков, мы знаем, что такая же ситуация есть и в Дагестане. И сегодня, испокон веков, всегда в Дагестане все народы, все нации, можно сказать, и религии, они всегда уживали спокойно. И есть большой опыт межконфессиональных, межнациональных отношений. И в Крыму тоже мы видим, что эти отношения, они сохранились. Каждый народ, у каждого народа есть своя культура, свое культурное наследие, свои языки, своя самобытность. И я думаю, что братьям из Дагестана очень близко по духу республика Крым. И я думаю, те братья, которые приехали из Дагестана, занимаются своей деятельностью, кто бизнесмены, кто общественники, кто работает и в органах государственной власти. То есть каждый из них, я думаю, находит что-то свое родное здесь, в республике Крым, потому что есть очень много моментов, которые связывают Дагестан с Крымом. Если говорить, конечно, и о истории тоже, о которой мы в дальнейшем, может быть, будем здесь говорить. Да, ну вопросы к истории мы, конечно, еще и вернемся, потому что очень много у нас действительно исторических связей. А вот скажите, вот вы приехали в Крым, а какую работу вы здесь будете проводить? Что, какой, ну чем занимается в Крыму? Ну это в зависимости от того, кто как приехал. Мы знаем, что всегда Крым славился тем местом, куда съезжались и приезжали для отдыха. И те люди, которые занимаются, может быть, бизнесом, занимаются какими-то своими делами, они хотят совместить приятное с полезным, скажем, да. И поэтому многие, я думаю, видят эту республику благоприятной и близкой по духу для того, чтобы заниматься своей деятельностью. И если говорить лично обо мне, я родился и в Киргизии, жил там, я работал и в Москве, и в Дагестане. И можно сказать, что здесь, в Крыму, мне очень уютно и очень удобно. На самом деле, почему? Потому что есть очень приветливые, очень такие близкие по духу люди, с которыми очень приятно работать. И, конечно же, тот потенциал, тот опыт работы тоже, который есть, мы бы хотели использовать его и здесь, в Крыму, с крымчанами вместе, взаимодействуя. Работая над тем, чтобы сохранять и изучать культурное наследие, и использовать его в современной жизни. Потому что каждый из нас, если сегодня будет работать над тем, чтобы лучше знать свою культуру, чтобы происходил такой диалог культур, я думаю, тогда, когда мы видим, что он придерживается своих корней, своей культуры, я думаю, как раз-таки видит то уважение, которое он проявляет к своему народу, к своему всему, я думаю, тогда появляется уважение и у других тоже. И тогда находятся и общие моменты, тогда происходят и взаимодействия, какие-то отношения, и укрепляется связь. Зайла, Наталья, следующий вопрос будет к вам. Вы сопровождаете делегацию дагестанскую и во главе с Магомедом Магомедовым. И очень много работы проводите, встреч проводите в Крыму. И скажите, с какими проектами вы приехали в Крым? Магомед Магомедович Магомедов – политический, общественный и религиозный деятель Российской Федерации. Прибыл в Крым с миссией укрепления межконфессиальных связей между Крымом и Дагестаном. В рамках этой миссии он встретился с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым, муфтием Крыма Аджиемирали Аблаевым и другими видными деятелями. В ходе этих встреч были обсуждены вопросы взаимодействия в разных сферах и инвестиционные проекты. Встречаясь с религиозными деятелями, посетил многие города Крыма. За короткий срок своего пребывания в Крыму Магомед Магомедов внес решающий вклад в дружественные отношения между двумя народами. На самом деле Магомед Магомедович Магомедов – общественный, религиозно-политический деятель. Он посетил республику для того, чтобы как раз налаживать вот эти взаимодействия, о которых сейчас много говорится. Магомед Магомедович был у главы Республики Крым, встречался также с муфтием очень много раз. И Эмирали Хаджи и Аблаев очень много было обсуждено моментов, о которых будет взаимодействие происходить. Также спрашивал о том, что мы можем сделать. То есть нет такого, чтобы мы пришли и сказали, вот мы можем это, 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 может быть, вы все это сами можете. Поэтому мы ходим и спрашиваем, что есть вот мы, Дагестан, который хочет помогать, хочет взаимодействовать. И где нам скажут, там мы будем помогать. Нет такого, чтобы мы пришли и декларировали, что мы что-то знаем или можем лучше, или у нас что-то есть больше. Просто есть огромное желание помочь. И Магомед Магомедович, он посещает тех, кто может принять эту помощь и направить ее в нужном русле. Соответственно, руководство, духовное руководство, политическое руководство Республики. И спрашивает о том, что мы можем делать и какое взаимодействие будет наиболее предпочтительным. И уже полученные рекомендации, полученные как бы направления уже будем выполнять. И Магомед Магомедович поедет в Дагестан. И вот это взаимодействие, оно уже будет более грамотно, скажем так, работать. То есть уже пойдет процесс. При этом есть, конечно, наши ребята, которые уже здесь, они здесь уже работают. Они здесь уже проводят какую-то работу. Они тоже посещали муфти, спрашивали его о том, что он хочет, чтобы мы здесь делали. И все это уже потихонечку начиналось. Но вот сейчас этот приезд, он как раз был для того, чтобы этот процесс стал более активным и вышел на более качественный, высокий уровень. Валерина Наталья, понятно, что Дагестан это многонациональная республика, но вы этническая, русская, переехали жить в Дагестан. Что вас привело в Дагестан и вообще комфортно вам там живется? Ну вот здесь уже от себя я могу сказать, что на самом деле, с моей точки зрения, Дагестану есть очень много того, что Дагестан может отдать действительно другим народам, другим республикам и так далее. То есть свою миссию, кроме того, что я сопровождаю видного политического деятеля, свою личную персональную миссию я вижу в том, что я очень сильно люблю Дагестан. И я считаю, что вчера, знаете, Муфти Крыма, он тоже сказал, Мир Али Хаджи Аблайф, он сказал замечательные слова, с которыми я полностью согласна, что Дагестан это удивительное место и дагестанцы удивительный народ. И точно так же, как он удивлен дагестанцами на короткой какой-то дистанции, да, я уже почти 6 лет живу в Дагестане, и я могу сказать абсолютно точно, что это уникальное место и уникальный народ, которому действительно есть чем поделиться с другими народами. Для того, чтобы убедиться в этом, можно или пообщаться с нашими прекрасными ребятами, которых сегодня телезрители увидят, и будет возможность их выслушать и посмотреть на них, да, вот, или посетить нашу республику. Но я вижу, вот, цель своей поездки, да, это рассказать другим людям об уникальности Дагестана. И при этом Крым для меня место особенное, потому что я могу сказать, что Дагестан, я, наверное, так получилось, что Дагестан я полюбила благодаря Крыму, потому что была, знаете, мы все родом из детства, да, была такая детская мечта, которую я получила именно в Крыму. Жить там, где горы и море. И когда передо мной стоял вопрос о переезде в Дагестан, я помню, что я стояла перед окном, вот, подо мной расстилалась Москва, я на нее смотрела и думала, что, ну, если я всю жизнь мечтала жить, где горы и море, разве могу я отказаться от своей мечты? А мечту я получила здесь, в Крыму. Мечты сбываются. Да, поэтому, соответственно, когда возникла такая приятная, замечательная возможность поехать именно в Крым, я была очень рада, и я очень благодарна и Крыму, и крымчанам о том, как нас здесь принимают, и о том, что действительно я вижу, что очень много общего. Это тоже роднит меня с крымчанами, потому что я люблю Дагестан и дагестанцев, соответственно, когда я вижу, что Крым и крымчане похожи, то мое сердце, оно привязывается к Крыму тоже. У вас действительно общая ментальность достаточно, очень близкая ментальность, то есть у меня нет такого ощущения, что я уехала куда-то далеко из Дагестана, я не люблю уезжать из Дагестана, вот, у вас общая культура, герои, традиции, ну, очень много общего, на самом деле, ребята больше об этом, наверное, скажут, они лучше это знают, эту тему, да, но на самом деле, вот так посторонним взглядом я вижу, что действительно это очень как родные братья, да, не как двоюродные, троюродные, как родные. Да, вы как родные братья тоже пришли, мы знаем, в Духовное управление мусульман Крыма. Римзей Фенди, вот вы как представитель муфтиата, скажите, а какой вот положительный опыт Дагестана будет полезен для нас, для крымчан? Самый полезный опыт будет межконфессиональный, конечно же, в первую очередь, как уже было сказано, что в Дагестане проживает очень много народов, очень много религий, как бы, и они на протяжении веков, как бы, друг с другом не воевая, находили общий язык. И в данный момент в Крыму, как бы, тоже есть такая необходимость, чтобы общество созидало друг с другом. И второе, Духовное управление мусульман Дагестана, оно само по себе, как бы, большое, сильное. За эти годы оно приобрело очень много опыта в духовной сфере, поэтому муфти Дагестана и правительство Республики Дагестан ровно год назад прибыли и выразили духовную и всяческую поддержку во всех сферах жизни. И мы начали первый проект культурно-просветительский, организовали концерты в 22 поселках городского типа и городах Крыма. И наши проекты будут продолжаться в некоторых районах, селах начались реставрации и постройки мечетей. После завершения концертов планируем совместно проводить конференции на актуальные темы, которые волнуют мусульман Крыма. И всех людей, как мы видим по телевидению, в интернет и по радио, постоянно, как бы, говорится о том, что вот исламское государство, терроризм, что кого-то убивают, насилуют и так далее. То есть мы хотим показать людям, что ислам это религия, спокойствие, что оно никого не призывает, не воевать, как бы, никого не наказывать. То есть правила войны и все наподобие этого, все прописано. Поэтому мусульмане дружественный народ. И мы, как бы, в ваковской системе в Дагестане очень много мусульман, которые, как бы, создавая вакфы, которые у нас были при Крымском ханстве, совместно, как бы, строят мечети, строят медресе и всячески помогают всем мусульманам и всем людям на земле. Поэтому у нас очень многое, чему получится у республики Дагестан, у духовного управления мусульман Дагестана. Будем надеяться, что все пойдет на благо, на создание всех народов. Ну мы еще сейчас в процессе нашей программы беседы поговорим еще и о строительстве мечети, и тоже так же о крымско-дагестанском проекте исполнения религиозного песнопения. Даниил Бей, вот вопрос опять будет адресован к вам. Скажите, вот мы уже неоднократно здесь говорили, что Крым и Дагестан очень похожи, да, многонациональные республики. А вот как вот вам в Дагестане удалось сохранить вот такое спокойствие? Я думаю, что вот уже на перетяжении уже 20 лет, уже можно более 20 лет, да, и вообще именно работая над тем, чтобы... исходила уже от семьи, потому что мы знаем, формирование общества, как бы первая ячейка это семья. И когда вот обратить внимание именно на то, чтобы эти, все те ценности, которые есть и должны быть, вот чтобы они передавались именно в семье. И если они не передаются, чтобы этому помогало общество, то есть те люди, которые в свою очередь поняли это, и зная, что если на это не обратить внимание не сегодня, то мы будем жалеть об этом завтра. Они обратили на это в свое время внимание, в свое время, тогда еще, и сегодня мы пользуемся плодами того беспокойства и того, понимаете, переживания, которое у них было. И сегодня, даже если эти люди, которые в свое время переживали за это, их нет сегодня с нами, но сегодня мы радуемся тому, что сегодня у нас все прекрасно. Сегодня в основном, можно сказать, в большинстве своем люди знают свои корни, люди знают свою культуру, они воспитаны на этих ценностях и соблюдают это. И я думаю, это очень большая работа, которая еще продолжает развиваться, и я думаю, все идет только к лучшим, пока хорошим. Ну да, это, наверное, еще благодаря, так скажем, мудрому, мудрой политике, которую проводит ваш глава республики, да, Рамазан Абулатипов, я читала интервью с ним. В общем-то, достаточно у вас такой вот... Глава республики совместно с духовенством республики Дагестан, это подобно телеге, у которой два колеса, да, мы знаем, что телега не может... Но очень важно народу духовный лидер. Да, и поэтому на сегодняшний день особо можно отметить взаимодействие государства и духовенства, в котором они нашли соглашение, а мы знаем, что народ смотрит, когда верха, то есть идут к соглашению, идет взаимодействие, то, я думаю, в народе тоже идет, как бы, объединение, идет такое согласованное, вот, хорошее отношение друг между другом. Римзей Финде, вот такой вопрос будет к вам. Значит, сегодня республика Дагестан проводит, вы сказали, помогает нам в строительствах мечетей, реставрации наших мечетей. Это коснулось каких регионов Крыма, кому так вот повезло? Вы можете сегодня, сейчас рассказать об этом? Подробная информация, обычно у нас, как бы, этим занимается строительный отдел, но я поверхностно, как бы, отвечу на этот вопрос. Когда к нам приехала делегация из Дагестана, духовенства, правительства, они предложили нам помощь в любой сфере нашей, как бы, общей миссии. И у нас была одна из проблем в том, что у нас, как бы, во многих местах, как бы, мечети уже есть, но есть регионы, где еще компактно проживают мусульмане Крыма. А у них, как бы, нету даже комната или дом для молитвы. И такие регионы, как бы, они нам уже давно писали заявление, просьбу о том, чтобы, как бы, духовное управление посодействовало постройке мечети или же расширить молильный дом. Но из-за того, что у духовного управления, как бы, не было финансового, как бы, потенциала, поэтому, вот, Республика Дагестана и Духовное управление мусульман Дагестана, как бы, нам предложило эту помощь. И были определены, как бы, поселки, где нету до сих пор, как бы, мечети. И уже в шести-семи местах, как бы, если я не ошибаюсь, уже началось или новое строительство мечети с нуля, или же те старинные мечети, которые они были, например, Белогорский район Синекаменко. Там уже почти завершается, как бы, реставрация старинной мечети, которая 16 века. И эти проекты, как бы, они будут продолжаться, закончатся вначале те, которые, вот, сейчас Дагестан взял на себя, которые довели до определенного уровня. И когда они закончат, как бы, строительство мечети, реставрация, эти проекты будут продолжаться. У нас в студии сидит представитель, тоже с республики Дагестан, он координатор по строительству мечети Султан Усманов. Султан Бей, расскажите, вот, когда вот у вас так зародилась такая вот идея, вот, помочь в строительстве храмов, вот, в Крыму? Я бы вначале скажу, мы вчера встретились с муфти, эмирали Хаджи Финди. И очень, я хочу про него сказать, очень добрый, очень человек, который беспокоится, человек, который сердцем работает для процветания, для обеспечения, для, в общем, для блага Крыма. Мы, в основном, хотели, в первую очередь, сказать слова благодарности от граждан, от тех лиц, которые наши дагестанцы, которые здесь строят, которые здесь начали начинание для строительства этих мечетей. Хотели у него узнать замечания, просьбы, вот это указание. Основной строительство мечети осуществляется на средства жителей тех или иных районов нашего Дагестана. То есть, это помощь жителей Дагестана? Жителей Дагестана. Определенный инвестор какой-то строит. Есть, конечно, в лице Рисалат Холдинг такие инвесторы есть, которые помогают. Но, основном, на сборы жителей Дагестана. Здесь, в Крыму, в 6-7 местах начали строительство мечети. Это в Цветочном, это в Саках Михалокуамико, это в Судаке расширение идет, в Белом 5 идет, в 7 местах есть. Основная цель строительства, это не само сооружение, это не само вот эта стройка идет. Там идет непосредственно вот участие самого населения, участие, коллективное участие в стройке. Потому что каждый человек после постройки этой мечети будет чувствовать, что это свое, что я как-то там сделал, как-то я внес какой-то вклад. Вот укрепляя дружбу, займе отношения, вот это братство. Вот даже когда в Судаке, бывает, когда строят, человек 50 бывает там, именно участвуют, помогают. Вот они говорят, оказывается, можно коллективам как-то что-то делать, богоугодное дело. Если, говорит, у нас, если кто построит здесь маленький мечет, говорит, то Аллаху Таалайи могут в раю, говорит, дворец построить. Это тоже богоугодное дело. После этого еще у нас есть районы, которые здесь хотят участвовать в строительстве мечети. Есть районы, которые говорят, чтобы мы участвовали в этих. Сейчас работаем, вот вчера как раз у Муфтия тоже с ним это разговаривали, вот в дальнейшем оказание дальнейшей стройки мечети. Вот если будут принимать активное участие, и крымчаны, и у них будет не только мечеть, у них даже будет любовь. Это то, что сказал нам Данил Бек, это воспитание, эти плоды, которые он говорил после 90-х годов, это есть наше поколение, которое мы уже воспитаны, именно вот как сказал. И для чего это идет, объединение, для чего идет вот это строительство, для чего идет? Для будущего поколения, для молодежи. А на что нам даст? Она нам даст обратно то же воспитание, та же любовь, та же патриотизм, вот объединяет непосредственно вот это. Вы знаете, вот на что я обратила внимание, мы так вот получилось, что попали на экскурсию с вашей делегации, с представителями Дагестана, Афганский дворец. Что приятно удивило, несмотря на то, что вот в составе делегации были очень молодые люди, ну для них пятикратный намаз, это их, они все делают в день пять раз намаз, и плюс к этому они спокойно читают арабскую вязь и переводят, вот в процессе экскурсии переводят вот суры из Корана, о чем там говорится. То есть вот у вас в Дагестане, вот, так скажем, вот к религии ребенка приобщают вот с детства тогда? У нас в основном она, 7 лет уже начинается обучение жизни пророка, уже начинается, 10 лет уже начинает намаз делать, начинают они и 7 лет намаз делать, но в зависимости от места самого проживания, вот именно в сельских местах там это более так-то актуально, более так именно на этом центрует именно внимание. А есть в российском законе тоже есть обучение религии, есть в Дагестане в каждом школе есть уроки религии, есть выборочно, кто хочет получить знание, 34 часа, по-моему, дается в неделю именно религоведению, изучение не только ислама, христианства, разницы нет, в зависимости от того, кто чего хочет учить, есть такая программа тоже. Ну, у нас, кстати, да, я хотела, минутка еще скажу, у нас тоже Духовное управление Мусульман Крыма очень много ведет работы по активным, так скажем, по привлечению нашего населения, крымских татар к обучениям вот Корана и наших духовных ценностей, да, слушаю вас. Я хочу сказать, что на самом деле в Дагестане действительно максимально удобно организовано обучение для каждого человека, вот вы говорите, что они читают и переводят на арабском, да, на самом деле сейчас там таким образом организованы курсы, что есть место, оно располагается в центре и еще в нескольких местах, куда человек, у которого загружен рабочий день, да, может прийти в любое время, там будет сидеть преподаватель, который будет с ним заниматься, нам не всем удобно иметь какой-то график, да, занятий и так далее, то есть ты просто идешь, ты видишь, у тебя сегодня есть два часа, ты заходишь и учишься, то есть настолько максимально доступно обучение, да, если ты вообще никуда не можешь ходить, тебе придут домой. Нету ни одной причины, по которой дагестанец не может знать Коран, не может правильно читать намаз и не может получить знания по арабскому языку. Прошлый год был объявлен годом намаза. И во всей республике каждому человеку донесли информацию о том, что он может зайти в любую мечеть и там исправят, проверят его намаз, потому что оказалось, что очень много ошибок мы совершаем, потому что когда учились, что-то пропустили, да, вот. Целый год на дом готовы были прийти, в организацию, куда угодно, только для того, чтобы максимально довести до людей вот эту обязанность, да, что как ее правильно исполнять. В любое время люди могли зайти в любую мечеть, в любой центр учебный и так далее, да, подойти к любому ученому и сказать, посмотри, какие у меня ошибки в намазе. И я уверена, что на самом деле не осталось в республике ни одного человека, которому действительно это важно, который не подошел в течение этого года и не исправил свой намаз и не выучил те суры, которые без ошибок он должен читать в намазе. То есть на самом деле уникальность Дагестана, о которой я говорила раньше, да, она как раз в том, что настолько духовное управление мусульман Дагестана, настолько муфти Дагестана, шейх Ахмад Хаджи Афанди Абдулаев и все работники духовного управления настолько заботятся о том, чтобы человек мог максимально эффективно исполнять свою религиозную практику, что те отмазки, которые мы обычно придумываем, нет времени, неудобно и так далее, они уже не актуальны. Вот, поэтому у нас действительно очень образованные, и на самом деле очень много у нас института и так далее, то есть туда отдают и мадресе у людей. Вот вы говорите привлекать, да, у нас уже, наверное, вот тот этап, когда привлекать не надо, все сами идут и ищут. Мне кажется, в каждой семье... Ну, насколько нам есть, по-моему, самая большая наполняемость мечети по пятницам, это из всех субъектов Российской Федерации, это, по-моему, в Дагестане слышали такую информацию. Да, и на пятикратном намазе тоже. И на пятикратном тоже Дагестан, да? И если пройти по республике, ну, вот выйти в город, то по женщинам тоже видно, что, ну, женщин в хиджабе у нас тоже очень много, и у нас нету такой напряженности, которая есть в других республиках относительно этого. У нас не в школах, у нас учителя, преподаватели в хиджабе. И мне рассказывали историю, когда христиане пошли к главе администрации своего населенного пункта и сказали, почему у нас мечеть на окраине, а не в центре села стоит. Давайте, как у всех христиане, да? Давайте, как у всех, чтобы у нас в центре стояло, они сказали. Римзефин, да теперь я понимаю, почему по пятницам в Киберджаме просто на улице уже прихожане совершают пятничный намаз. Наверное, из Дагестана столько к нам приехало наших братьев, что они просто в мечеть не помещаются. Римзефин, да будут наши ребята отправляться на учебу, вот в исламские их учебные заведения на учебу, нет? Год назад, когда приезжали муфтии Российской Федерации, они все предлагали свои возможности. И, например, Казань, Москва, Дагестан и другие муфтии, они все предложили. Практически во многих местах есть теологические факультеты. У нас также есть медресе, выпускники медресе, самые отличники, мы будем стараться их отправлять в эти регионы, чтобы они получили высшее духовное образование. Хочу здесь тоже отметить такой момент. Ребята сейчас, может быть, даже уточнят после меня, но нет ничего такого нового, какого-то особенного дагестанского ислама, к которому поедут учиться крымские татары. Потому что, насколько я знаю, те книги, по которым сейчас учатся исламу в Дагестане, это книги, которые были написаны в Бахчисарае. Ну, мы знаем, что история говорит о том, что когда-то из Дагестана приезжали учиться к нам в Зунджер-Лу-Медресе. Да, то есть это на самом деле наши дедушки, которые передали эти знания и так далее, они как раз получили их отсюда, поэтому нет такого чего-то нового, чтобы сказать, что татары поедут к дагестанскому исламу учиться. Нет, мы учились у них. Да, вот Мавраев в свое время, который обучился делу типографии здесь, у Гаспринского, известного деятеля Крыма, и издательствам которых мы уже сегодня пользуемся, дагестанцы читают книги, вот есть такая практика. Получается, что в Дагестане мусульманское население, оно смогло сохранить то богатство, которое у них было как бы испокон веков, когда они познакомились с исламом. У них было много ученых, они это все передавали. Эта цель дошла до наших дней, и получается очень много студентов, которые учились в других исламских государствах, они все вернулись, и это все богатство объединилось, и получается, что уровень мусульман Дагестана, уровень ученых, естественно, как бы на определенном уровне, и поэтому у нас у всех мусульман Российской Федерации есть что позаимствовать у мусульман Дагестана. Иншаллах. Да, Рустам Ахак, вы хотели присоединиться к нам? Я хочу присоединиться к нашей сегодняшней теме и хочу осветить вообще название темы, хоть вы ее вначале сказали, это изречение нашего величайшего соотечественника, всемирно известного мыслителя, общественного деятеля, это Гаспринского. Единство в мыслях, языке и в делах. Конечно, это неспроста мы сегодня собрались здесь, дагестанцы, крымцы, это нас связывают очень давние связи и духовные, но даже языковая вот эта вот разница не мешала общению. Когда мысли идут правильно, когда мысли добрые несут в себе благо, культуру, то эти мысли, они понятны на любом языке и в любом уголке земного шара. И такой мыслитель средневековья, как Алишер Наваей, у него такое изречение есть, «Ост хадерны бельмеген, дос хадерны бельмейды». В переводе так звучит, «Кто не знает себе цену, тот не знает и цену другим людям, и друга, и дальше». Поэтому сегодняшний визит наших друзей из Дагестана, вот я с ними уже общаюсь достаточное время, вместе наши религиозные произведения поем, они несут в себе историческую правду, духовную ценность, которая вот-вот на грани исчезновения была на нашей крымской земле. А счастье, что дагестанцы не почувствовали такого разрушения, как мы почувствовали в свое время с этим выселением 44-го года. И их менталитет не разрушился. Вот почему у них вот такое единство, почему у них такая близость к вере, духовности. Вот, конечно же, мы благодарны вам, что вы пришли и протягиваете руку помощи, и показываете дорогу. Но сейчас только прозвучала фраза, что в 19 веке и раньше Дагестан учился у Крыма. Сейчас переменились функции несколько. Мы начинаем учиться у дагестанцев. Но если мы поднимем историю, то эти народы, они всегда были мыслями вместе, как изречение нашего великого учителя Гаспринского, и мыслями, и делами, и помыслами, всеми своими духовными движениями, духовными помыслами были вместе. И что может быть на земле лучше красоты, хороших мыслей, доброго взаимоотношения? Это самая вершина человечества. На любом языке, на любом уголке земного шара, на какой бы конфессии человек себя не чувствовал, это самые высшие ценности, когда человек уважает встречного. Какой бы национальности, какой бы кожи, какой бы вероисповедование человек не носил в себе, мы под одним богом живем, на одной маленькой планете живем. И мне кажется, вот эти связи, они помогут нам как бы избежать всех негативов, которые пришивают, хотят кто-то там. Разные бывают люди. Бывают политики, которые недопонимают свою функцию и перегибают палки. Вот это все только поможет духовность, только поможет хорошей мысли. Вот это нашего великого господинского. Спасибо за внимание. И следующий вопрос будет Рустамага опять. Да, Наталья. На самом деле, слушая то, что говорят крымчане, и вообще находясь в Крыму, и даже сейчас очень показательно, я думаю о том, что есть уникальность крымского народа, которая привлекла уникальность дагестанского народа, которая роднит наши народы. Я сейчас как раз, смотря как, ну то есть смотря, когда крымчане, как они воспринимают то, что к ним пришли люди, и они хотят с ними объединяться, то есть настолько, какая большая готовность к консолидации, объединению, и желание взаимодействия, я вспоминаю, вот Магомед Магомедович Магомедов, помощница которого я являюсь, как вы мне уже представили, которого я сопровождаю в этой поездке, у него есть прекрасное выражение, он даже писал статью, и там вот оно озвучено, что в конечном счете все решает наша способность объединяться. И мне кажется, что вот этот процесс, который сейчас начался и активно, вот я надеюсь, что с нашей поездки, то есть я вижу, какая работа была проведена моим шефом, я вижу, что такой вот импульс сейчас пошел, он был начат и сейчас продвинулся. Я уверен, мне кажется, что это прекрасно, и то, что происходит с Крымом и Дагестаном, и то, что можно интегрировать в другой мир, это вот эту способность, желание, готовность объединяться, когда люди не воспринимают, как вы наехали, что вы сюда пришли, да нам не нужна никакая помощь, мы сами справимся. Крым вас хорошо принял, встретил? Да прекрасно, я же говорю, вот когда именно, когда мы видим, насколько толерантный, насколько вот открытый Крым, насколько он готовый к этому взаимодействию, мне лично это, знаете, как прекрасная новость, что мы можем быть вместе, мы можем объединяться, и в конечном счете именно это все и решит. Руслан Магай, вот вкратце, вот если можно вы ответите, если взять нашу сегодня крымско-татарскую свадьбу, мы, в общем-то, можем сказать, что очень часто там звучит и дагестанская лесгинка, очень популярна среди молодежи, и темир-темиров, который, кстати, по национальности кумык, да, проживающий в Дагестане. Ну вот вам, как корифею, я задаю вопрос. Скажите, а вот в культурном аспекте, насколько мы близки? Ну, Кавказ, он близок вообще и в музыкальном отношении, кавказские мелодии, ритмы, они нам сродни. Но, как бы, свадьба... Нет, я сейчас не о свадьбах, я сейчас говорю в целом, а вот о культуре. В целом, в целом о культуре, ну, культура, вообще, красота любого народа, она красота. И есть изречение мудреца, что красота спасет мир. А от красоты не отмахнешься, не отвернешься, любая. Пусть это кавказская, пусть это крымская или западная. Хорошая музыка, хорошая мелодия, хороший ритм, он всегда привлекает. Вот, конечно же, вот если говорить о междунациональном согласии, чтобы сохранить в республике, это очень большую роль играет в этом аспекте, конечно же, средства массовой информации. Сегодня у нас в студии сидит асхаб Али Магомедов, который является главным редактором газеты «Асалам». Представитель газеты «Асалам». Скажите, а какую роль сыграла ваша газета? Асаламу алейкум, арахмату Аллаху и барахату все присутствующие. То, что в Дагестане такая пословица «Мудреца разум, то есть старца разум приравнивается к мерку золота». И наше духовенство, наши шейхи, наши мудрецы, которые в Дагестане, шейх Ахмад Афанди Куддюсиру, Саид Афанди Куддюсиру больше 20 лет, как с 1994 года, она издается, ассалам газета, и с тех времен это сделали. То есть сплотили все, больше 40 наций и больше 100 языков, как единственное, то, что их объединяет укрепляет, сближает, это была ассалам газета. И то, что радикальные, экстремистские течения, которые были в Дагестане, хотели там развивать, то есть раздор, вражда и войну, это сохранила именно эта газета. То, что над этой газетой работают больше 40 ученых, алимов, эти люди, которые и психологи, психологи хорошие, и которые юридические, каждому человеку, который почитает эту газету в течение года, этот человек, этот человек защищен, что он попадет в всякие экстремистские течения, он защищен от плохих мыслей, и он защищен от всего плохого, то, что может навредить ему и обществу в целом. Потому что здесь вот именно старание этих ученых именно закрепило и укрепило, и каждому во все регионы России тоже знают ценность этой газеты. Потому что и мужчины, женщины, дети находят для каждого человека есть здесь статьи, которые здесь собраны, Куран, хадис, и мысли всех величайших ученых, которые были, начиная с пророка Мухаммада, саллилла али-вассалам. Вот это и спасло то, что вот эта газета, каждый дом приходил, и все люди читали, и не попали, и защищены от плохих мыслей и раздоров. Спасибо, Саунас. Рамазан Магомедов, Рамазан Бейм, вы представляете Федерацию по стрельбе из лука. Скажите, почему вот вы решили, насколько это интересно, вы увидели интерес в Крыму к этому вот именно виду спорта? Да, я представляю вообще весь Ресалат Холдинг, и там у нас 10 направлений. Вот один из направлений это Ресалат Спорт, который входит именно стрельба из лука. Но этот вид спорта мы реализовали здесь. Мы открыли в городе Саках, и очень много посетителей, и к этому виду спорта отнеслись очень даже, ну, востребованно, как будто его ждали. То есть очень и молодые, и взрослые все потянулись. И также мы сейчас собираемся в других городах открывать как бы ячейки от федерации, которая будет находиться в городе Саки. Поэтому, в общем, он как и является и олимпийским видом спорта. Шереби, вот следующий вопрос к вам, прошу микрофон передать. Вы являетесь представителем, заместителем головы Сакской городской администрации. Шереби, а насколько вот вам, вот сакчанам, это было действительно интересно? Потому что вот только вы первый, кто в Крыму, у кого открылась такая вот филиал, ну, да, федерация их. И как вот вообще у вас в Саках народ с удовольствием идет? И вообще, что вы еще планируете совместно с Дагестаном у себя? Какие проекты возрождать? Ну, планируем на самом деле очень много. И, конечно, интересно. Буквально 21 марта мы открыли секцию в городе Саки. Инициатива была нами поддержана вот совместными с ребятами из Ресалат Холдинга и с Федерацией стрельбы Лука Дагестана. На самом деле у нас в Крыму этот спорт, к сожалению, был не развит и не популярен. А в Дагестане, наоборот, он очень популярен. Мы знаем, что этот вид спорта, он относится к сунни пророка Мухаммеда, и на самом деле он прививает очень хорошие качества в человеке. И этот вид спорта мы будем однозначно развивать. Разговариваем сейчас с Министерством спорта о развитии данного направления. И с 1 апреля мы уже набираем детей, подростков, людей, взрослых, всех желающих, и они могут активно принять участие в этом виде спорта. Но мы не только по этому направлению с ребятами и сотрудничеем. Я их познакомил с нашим главой администрации. Значит, у нас есть намерение уже и вот с Мухаммедом Магомедовичем мы общались. Есть намерение по братимице, город Махачкала с городом Саки и наметить определенные пути сотрудничества. Хочу сказать, что ребята дагестанцы очень активные, очень активные. Я с ними познакомился впервые с Дагестаном этим летом. У нас была поездка деловая в Дагестан. Значит, мы увидели воочию эту республику, этот народ, замечательный народ, разнообразный народ, очень дружелюбный, отзывчивый. И хочу сказать, что у нас еще, кроме того, что много общего, у нас общий герой, дважды герой Советского Союза, Амитхан Султан. Мать Крымского татарка, отец Лакиц. Братья дагестанцы думают, что это и он дагестанец. Мы говорим, что это крымский татарин, но, тем не менее, он нас тоже объединяет. И у них аэропорт назван этим именем, чего крымские татары долго, и все крымчане добивали, чтобы в Крыму был аэропорт названного имени. Но, может, в эти шалах получится так, что и наш аэропорт, да, будет носить его имя. Хочу сказать, что, вот тезисно так скажу по всем выступающим. На самом деле, от Дагестана есть чему поучиться. То, что сказали, телега и два колеса, это очень важно. Мы по Конституции Российской Федерации светское государство, но, тем не менее, вот опыт показывает Республики Дагестан, что глава Республики консультируется, советуется, принимает решения совместно с духовенствами. Я думаю, это хорошая рекомендация для наших руководителей и Республики, и на местах, чтобы, когда принималось какое-либо решение местного уровня или республиканского, оно было, значит, был совет и у представителей духовенства, как ислама, так и христианства, поскольку у нас много конфессий, много народов, поэтому это очень важная практика, и мы потихоньку в нашем городе, я лично пользуюсь этой практикой, и под тем или иным вопросом мы консультируемся с представителями духовенства. Ну, на самом деле, благодарен ребятам. Вот у нас в нашем районе, в селе Михайловка, строится мечеть с помощью наших братьев-дагестанцев. Я думаю, и джемат, народ, тоже поддержит эту инициативу, и совместно мы построим мечеть. Вот я хотела бы еще вот к концу, программа наша уже почти подошла к концу, хотел бы спросить, вот есть такой крымско-дагестанский проект о исполнении религиозного от пистопения Нашиды. Скажите, насколько это вообще у крымских татар это в традициях, Римзи Финди? Буквально одна-две фразы. Если посмотреть на историю, то мы видим, когда наш пророк Мухаммад, саляллаху алейм ассалям, когда он переезжал из Мекки в Медину, ансары, мединцы его встречали с Нашидом, то есть начиная со времен пророка до наших дней, я думаю, что до Судного дня Нашиды, Иляхи, они будут популярны. Почему? Потому что это объединяет людей, объединяет мусульман, дает им духовную силу, поднимает настроение. А я с самого детства слышал эти Иляхи, Нашиды от своего отца и более старших наших людей, которые окружали меня. Это было издревле у нас. И мы вот в 2007 году, в 2008 году мы два раза участвовали в фестивале Мевляна, это в Турции, Кони, и там нас великолепно принимали, мы с музыковым сопровождением, ансамбль Махкам. Это наша давняя культура, просто она немножко отошла от корней, но мы ее должны восстанавливать. Но все связано с языком, и я не могу сказать вот дополнение то, что сказал Шеревбей. Величайший поэт Дагестана Расуль Гамзатов, вот это четверостишье, если завтра мой язык исчезнет, я готов сегодня умереть. Это нас больше всего волнует. Да, это секретарь для нас стало очень родным. А Дагестан, вот сейчас вот мы все исполним нашит, Иляхи Лер, буквально вам один вопрос, вам 19 лет, вы 21, извините, вы исполняете Иляхи Лер, вы начинали, так скажем, с эстрады, вы себя больше видели эстрадным исполнителем, аж скажите, почему вы поменялись, почему вы решили исполнять Иляхи Лер? Дело в том, что исполнение Иляхи напрямую связано с изучением и с присутствием религии в душе человека. Если в душе человека не присутствует религиозных норм, религии, ислама, и он не знает об этом, то, естественно, он к этому не готов. Я тоже к этому готовился, и впоследствии получился вот такой результат. И сейчас я принял для себя твердое решение заниматься этой музыкой, сочинением Иляхи, встать на праведный путь, так сказать. А у нас есть на крымско-катарском языке Иляхи Лер? Нет, да? Это же арабский язык. Есть, естественно. И это же с языком связано, и будет прогрессировать и язык, естественно. Хотелось бы услышать исполнение вот такой крымско-дагестанский проект у нас в ток-шоу Тильдеф Кирдеиште. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одна из целей ислама состоит в том, чтобы все люди жили во взаимной любви и дружбе, и каждый человек старался бы действовать в общих интересах и ради счастья своего общества в целом. Смысл этого состоит в обеспечении главенства справедливости, распространения спокойствия в душах людей и поддержания духа взаимопомощи и солидарности в отношениях между ними. Однако все это может осуществиться только в том случае, если каждый член общества будет желать друг другу такого же счастья, блага и благоденствия, которого желает самому себе. С вами было ток-шоу Тельдеф Кюрдейште и ее ведущая Сусана Харилова. До новых встреч! Корешмекузре! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok